Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск муви, передача для тех, кто любит кино. Сегодня вы узнаете, что Netflix заказал у российских киноделов, какие фильмы выйдут на большие экраны и как поживают кинозалы республики. Ну и в конце мы разыграем сертификат от наших друзей из книжного маркета. Будет интересно! С вами Иван Ивсеев и мы начинаем! 10 апреля кинокритики и киноведы России подвели итоги независимой национальной кинопремии «Белый слон». В двух ключевых номинациях победителем оказался якутский фильм «Пугало», снятый режиссером Дмитрием Давыдовым из Амкинского района. Фильм взял статуэтки в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая главная женская роль». Немаловажно отметить, что конкуренцию в режиссерской номинации Давыдову составляли легендарный Андрей Кончаловский с работой «Дорогие товарищи» и Виталий Суслин с «Папье Моше». А Валентина стала лучшей, обогнав по мнению критиков и киноведов страны Юлию Высоцкую и Наталью Павленкову. Впереди у именитой якутской кинокартины объявление итогов одной из престижных кинопремий в стране «Ника». Церемония награждения должна состояться 25 апреля. Всем уже известный стриминговый гигант Netflix решил заказать российским киноделам производство видеоконтента под знаком «Ориджинал». Вот это поворот! Так, планируется современная адаптация бессмертного романа Льва Толстого Анна Каренина, драма о 90-х годах в истории России, а также к работе над еще несколькими проектами привлекли Эдуарда Аганесяна, который снял хитовые чики для Моря ТВ и Клима Шипенко, режиссера фильмов «Текст» и «Холоп». Наверное, необходимо упомянуть, что на Netflix присутствуют российские фильмы и сериалы, такие как «Лучше чем люди», «Метод», «Эпидемия» и другие. Последний сериал, кстати, вызвал большой интерес у западной аудитории. Стриминговому сервису не впервой заказывать контент в других странах. Успех испанских, немецких и корейских сериалов оправдывает применяемый механизм для заполнения каталога новыми проектами. Пока фанаты DC просят студию Warner дать бразды руководства над киновселенной легендарных супергероев Заку Снайдеру, начались съемки фильма про известного антигероя Черного Адама, о котором упоминалось в фильме «Шазам». Впервые персонаж появился на страницах комиксов в 1945 году, но не раз подвергался переосмыслению и, в конце концов, предстал в образе антигероя. Неизменным остается лишь его противостояние с Капитаном Марвел. Нет, мы не про нее. Речь о Шазаме, который в те времена геройствовал под именем Капитана Марвел. В отличие от героя фильма 2019 года, Черный Адам является обладателем сил египетских богов и ничем не уступает своему оппоненту, а в некоторых случаях даже превосходит благодаря возрасту и опыту. Ему, кстати, больше 5000 лет. Главную роль доверили исполнить самому востребованному на сегодня актеру Дуэйну Джонсону. Фильм планируется к выходу в июле следующего года. Девять хранителей. Пусть будет так. Вы будете братством кольца. Отлично. Когда начинать? А начнем мы с этой недели. Многие якутяне будут ликовать, потому что в повторный прокат выходит легендарная кинотрилогия «Властелин колец». Напомним, впервые шедевральное творение Питера Джексона вышло в 2001 году и с тех пор пересматривается миллионами людей. В этот раз все три части улучшены до формата 4К и выйдут на большие экраны с интервалом в неделю. 15, 22 и 29 апреля. Сегодня мы не будем много говорить, а позволим насладиться трейлером. Искусство эльфов поможет заново выковать меч королей. Но лишь тебе дана власть владеть им. Гэндальф Серый решил, что нашел потерянного короля Гондора. Но это не важно. Мир людей все равно падет. Мой час настал. Прочь, демоны! Ходят слухи, что нашлось оружие врага. Принеси мне этот могучий дар. Вы все умрете. Ты знаешь, это Гэндальф, не так ли? Где та женщина, которая подарила это тебе? Город Асгилет возвращен к Гондору! Возможно, наступит день, когда мужество оставит рот людей. Но только не сегодня! Сегодня мы сразимся! За Граду! Прошлый пандемийный год нанес существенный урон кинопрокатному бизнесу по всей стране. Кинотеатрам запрещено было вести свою деятельность. Только лишь спустя полгода, в сентябре, им дали возможность открыться и вновь радовать зрителей киноновинками. Но с ограничениями, заполняемость залов должна не превышать 50% от общего числа мест. Большие студии, побоявшись остаться без заработков, решили отложить самые громкие премьеры на более стабильное время. Действительно, если раньше презентации были в основном голливудских студий, крупных мировых компаний, дистрибьюторов. В этом году очень много было небольших российских студий, небольших фильмов. И я думаю, что эта, в принципе, тенденция неплохо повлияла на российское кино и, в частности, на якутское. Но тут палка о двух концах. Если бы мы были регионом, в котором нет своего кино, скорее всего, наши кинотеатры очень сильно пострадали. Мы вытащили в прокат Тагандархан самое тяжелое время для кинотеатров. Это было сделано только для того, чтобы наши кинотеатры получили поддержку и народ пришел в кино. Следует понимать, что большую часть прибыли тем или иным фильмам приносит прокат в кинотеатрах. Они никогда не смогут окупить затраты на производство и маркетинг в стриминговых сервисах, которые зачастую предлагают суммы, равные заявленному бюджету. Если и соглашаются, то студии отказываются от потенциальных заработков в несколько сотен миллионов долларов и начинают терпеть убытки. Мы никогда не представляли, что такое вообще возможно. У нас были определенные планы годовые на несколько лет вперед. Но в тот момент, когда все начало закрываться, это нас, конечно, поверло в какой-то шок. Но, тем не менее, мы его пережили. И сейчас мы смотрим на это как на страшный сон. В прошлом году, если пройтись по цифрам, у нас показатель от 2019 года снизился где-то в 3,5 раза. Если в 2019 году у нас в кино сходило где-то 1,9 миллиона зрителей, то в 2020 году в 3 раза меньше. Это огромный урон на кинотеатры, потому что в основном кинотеатры живут все-таки от сборов, за продажу билетов. При этом директор Якутской республиканской киносети Петр Чиряев отметил, что в Якутии ни один кинозал не был закрыт, а даже наоборот, открывались новые. Так, в прошлом году был открыт кинозал «Авиатор» в Центре культуры и современного искусства имени Гагазина, а также кинозалы в Майе и Демске. Последние два, как отменил Чиряев, для жителей стали большим праздником и событием. У нас не кинофицированными еще осталось 9 районов, но это в основном северные, это очень труднодоступные населенные пункты. Основная сложность там, конечно, в низкой плотности населения, то есть в тех населенных пунктах, где проживает крайне низкое количество жителей, кино показывать практически невозможно. То есть он не работает как бизнес, там не окупаются даже расходы на содержание этих объектов, поэтому с этим все сложно. Но тем не менее у нас работа идет. Мы в этом году должны открыть зал в Зырянке. Там строится большой культурно-спортивный комплекс, в котором будет кинозал. Ну и постепенно, я думаю, мы все-таки кинофицируем все районы со временем, но опять же там нужно подтягивать инфраструктуру, потому что современный кинопоказ не может быть без наличия интернета и так далее. Но на этом республиканская киносеть не останавливается. Есть серьезные планы по модернизации системы кинопоказов в населенных пунктах не только региона, но и в других субъектах страны. Мы совместно с нашим министерством культуры, совместно с японской компанией Эйки разработали собственную систему проката в селах. И ее представлял наш глава Айсен Сергеевич на форуме Агентства стратегических инициатив в прошлом году, в ноябре, в Москве. И данный проект попал в топ лучших проектов в области развития сельских территорий. Мы создали такой проектор с японцами, который обеспечивает защиту от пиратства контента. То есть, если вы сняли кино, ваш файл поступает в наше облако, с этого облака он поступает только исключительно в этот проектор. И с этого проектора можно вытащить картинку на экран и больше никак невозможно оттуда извлечь этот файл. Эта система нами будет представлена осенью. Презентацию мы проведем в Москве. И очень много регионов заинтересованы в появлении этой системы. Если вернуться к теме стриминговых платформ, то в прошлом году их ключевые показатели – количество активных подписчиков и просмотры – увеличились. К примеру, в середине-конце марта 2020 года Кинопоиск смог установить исторический максимум по посещаемости – около 4 миллионов посетителей. А в условиях пандемии на услуги Netflix подписались около 30 миллионов новых пользователей. Disney так вообще решился на большой шаг – сделать упор на развитие собственного стриминга Disney+. Неплохие результаты у ОКО и ИВИ, которые также улучшили свои показатели. Они, кстати, выражают большой интерес к наполнению своего каталога якутскими фильмами. И во время кинорынка в Москве наши якутские киноделы смогли предварительно договориться о стриминге якутских фильмов после окончания проката на крупных онлайн-платформах. Вот эта вот тенденция на фильмы с низкими бюджетами, она очень хорошо сыграет на якутском кино. Потому что только якуты умеют снимать дешево, хорошее кино. Нас в прошлой неделе приглашали на мастер-класс со Степаном Бурнашовым в Московскую киношколу «Арк». Мы рассказывали о том, как в Якутии снимается кино от полутора до пяти с половиной миллионов рублей. Кинематографисты федеральные, они практически не могут понять, у них в голове не укладывается, что за такие бюджеты можно снимать кино. И довольно хорошее кино. Вот мы показали часть фильма «Рядовой чайлен», представили его. И примерная оценка московских кинематографистов, они сказали, порядка 250 миллионов на такой фильм можно было бы попросить на производство Министерства культуры Российской Федерации. Учитывая тенденцию того, что стриминги развиваются и вкладывают свои собственные проекты, сопоставимые с блокбастерами бюджеты, многие задаются вопросом, выживут ли кинотеатры. Кинотеатры не умрут, это точно. Так говорят те, кто не знает специфику работы кино. Они умрут в тот момент, когда перестанут снимать высокобюджетное кино. Но я уверен, что этого не произойдет. В любом случае кинотеатры, они как аттракцион будут работать в ближайшем, возможно, обозримом каком-то будущем. Это аттракционы, в которых большой экран, который ты не получишь никогда на домашнем просмотре. Это хороший звук, это совместное времяпровождение. Если даже будет какой-то спад в мировой посещаемости кино, в крупных городах кинотеатры сохранятся, а в маленьких городах это будет как раз таки то, что мы сейчас пытаемся делать. Это многофункциональные залы при учреждениях культуры и так далее, где регулярный какой-то показ можно будет осуществлять. С 15 апреля на большие экраны вновь выходит кинотрилогия Питера Джексона «Василин колец». В честь этого события, совместно с книжным маркетом, мы решили провести розыгрыш сертификата номиналом в 1000 рублей. Для этого вам необходимо угадать, откуда взят этот кадр. На этом у нас все. Увидимся в кино и да пребудет с вами сила. Редактор субтитров А.Семкин